Друзья, сразу после матча с нами рядом капитан молодежного Ахмата Идрисумаев Идрис. Поздравляю вас с победой. В первом тайме мы с вами забитых мячей не увидели, а во втором шквал голов. Что сказал главный тренер впервые? Да, спасибо большое за поздравление. И в принципе в первом тайме чисто борьба была, кто преодолеет, кто хорошо будет себя чувствовать. И после первого тайма в раздевалке тренер сказал, что надо чуть-чуть добавить скорости передвижения мяча. И то, собственно, мы, я думаю, выполнили. Четыре мяча сегодня было забито. Какой тебе понравился больше? Да, каждый гол по-своему красив. Я бы сказал, переброс вратаря, когда вратарь вышел. Третий, по-моему. Кстати, ты не пожадничал, я отдал передачу тоже голевую. Да, главное, чтобы мы выиграли, да. А там для меня особо... Главное, чтобы команда выиграла. Конечно, хочется забивать, но почувствовал, что надо отдавать и... Момент с пенальти. Хотелось бы, чтобы эта атака завершилась голом. Тебе. Очень-очень красивый момент был. Ты на замахе убрал голокипера. Да, но в итоге получилось, что пробил пенальти. Не волновался перед тем, как бил? Да нет, не волновался. Я уже не молодой, так скажем, да. Но бывают пенальти. Это, я думаю, кто психически сильнее готов, тот и выиграл. Я был готов. Что ж, Эдрис, поздравляем вас с победой. Удачи вам в дальнейших матчах. Спасибо. Одного капитана у нас меняет другой Владислав Анисимов рядом с нами. Владислав, в первом тайме все было нормально, все было хорошо. Во втором что-то у команды сломалось. Удаление. Наверняка ключевой момент этой встречи. Как вы думаете? Ну да, само собой, конечно, когда на одного игрока меньше становится на футбольном поле, то становится как-то тяжело, но я считаю, что удаление это не ключевое. Какой-то момент игры, что где-то отдали. Где-то психологический фактор больше сыграл, где-то начали чуть ножки потрясываться. Не знаю, честно говоря, из-за чего. И вот три гола из-за этого нам и залетело в ворота наш во втором тайме. Команда не проигрывала до сегодняшнего матча. Держали это в голове? Да, честно говоря, нет. У нас задача, конечно, от матча к матчу двигаться и всегда выигрывать, а дальше уже как пойдет, как получится, как мы сыграем, так и такой результат и будет. Что сказал тренер вот сейчас после матча? Конечно, недоволен этим моментом, то, что могли, конечно, спокойно играть, спокойно где-то выигрывать матч, но он сказал это как есть, мы это принимаем. И сказал, будем двигаться дальше, тренировка у нас в воскресенье, тренируемся и в следующем матче мы играем. При счете 2-1 я видел, как ты в центре подбадривал своих партнеров, ребят, чувствовал, что можно переломить хоть встречи, зацепиться хотя бы за ничью. Да, конечно, это самое главное, чтобы люди верили друг в друга, а дальше уже Господь Бог уже поможет, я считаю. Что же вам в дальнейших матчах удачи. Спасибо за это время. Игорь Роткин рядом с нами, главный тренер команды Чертанова. Игорь Николаевич, что сломалось во втором тайме у вашей команды? Ну вот какой-то временный такой отрезок, когда забивались все 4 гола, я не знаю, как провал какой-то. Первый момент, это неточная передача назад. Мы и в первом тайме грешили этими передачами назад с потерями, но где-то нас прощали. Но в этот раз не простили, соперник организовал быструю атаку, не успели перестроиться. Ну и момент с пенальти, там тоже такая, в общем, махнул мяча центральный защитник, и соперник выбежал в атаку. Но после первого гола, наверное, захотели быстро отыграться, так скажем, и где-то начали играть авантюрно, неорганизованно. Я поздравляю соперников с победой. Вот, они сегодня были, ну, действительно сильнее, и поэтому заслуженно выиграли. Когда вашей команде удалось один мяч отквитать, думали, что все-таки сможете зацепиться за ничью хотя бы в этом матче? Ну, мысли такие были, но, видите, очень быстро пропустили третий гол, где он расставил все на места. Голкипер Рой как? Ну, не ожидал, да, что он выйдет на поле. Как вам его выход? Ну, мы еще, видите, в клубной системе завязаны под ЮФЛы. У нас в пятом годе в ЮФЛ один вратарь один травмировался. Мы оставили своего вратаря, тот, который всегда ездил с нами на выезды. Саша вот попал в заявку, ну, так скажем. Ну, наверное, не ожидал, поэтому и не был готов к этому моменту. И болельщикам что хотите сказать? Первое поражение команды? Ну, мы будем работать и будем исправлять ситуацию. Спасибо вам за интервью и удачи в дальнейших матчах. Спасибо вам. Главный тренер молодежного Ахмата Исааб Айтеев и Саду Жалюльович, поздравляем вас с победой. Счет 4-1. Все ли было так легко сегодня для вашего коллектива? Я думаю, нет. Первая игра. Первый тайм вообще равная игра. Моментов фактически ни у нас не было. Игра шла. Кто первый забьет, нам повезло. Мы забили первый гол. Тут же удаление получили. Второй гол. И сами видите, пропустили такой нелепый гол. Хотя я кричал, орал, что первые секунды после забитого гола надо будет внимательно. Получили пенальти. Нет. А все решил. Третий гол, который мы забили. Вот здесь где-то мы уже контролируем ход игры. Команда пропускает в каждом матче. В пятом матче подряд, по-моему, команда пропускает. Насколько важно сыграть на ноль для команды? Ну, когда выиграешь, разницы нет. Не хочется пропускать. Я думаю, это не самое главное. Конечно, приятно, когда на ноль. У тебя мало пропущено, много забитых. Но это детский, юношеский футбол. Он тяжелый футбол. Ты можешь 3-0, 4-0 вести и сами себе 3 забить. Поэтому я думаю, что на один мяч мы больше забивали. И мне все устраивает. Сегодня команда играла очень уверенно со стороны. Казалось, что парни практически не теряют концентрацию. В матче после Сочи вы сказали, что команде нужно время, чтобы сыграться. И вот эти плоды, по-моему, видны со стороны. Как вам кажется? Ну, давайте будем объективно. Сегодня у нас было усиление. И Биша у нас был, Ташаев был. Нападающий в мае, это футболист, который привлекает в мае вообще, человек, который играет в премьер-лиге. Поэтому они нам тоже помогли. Помогли для уверенности молодых пацанов. Потому что, если вы заметили, впервые, наверное, я думаю, еще никто никого не уходил. В шестой год два пацана вышли. Так что мы, плюс молодость и старость, как сказать правильно, где-то помогло сыграть правильный футбол. Хотя ошибки, которые мы делаем, но это детские ошибки. Мы будем исправлять, будем стараться. И самое главное, уверенно играть в футбол. Я от них тоже требую, масштаб требует, чтобы они играли в футбол. Не мучились. Мы иногда мучаемся. Личные касания, где надо сделать, мы не делаем. А где надо отдать одно касание, мы лишние три касания делаем. Поэтому потихоньку, потихоньку, шагом идем вперед, я думаю, что-то получается. Сегодня был Аль Султанов. Ну, Аль Султанов забил четыре мяча. За две игры его забрали первую команду. Он главный тренер первой команды. Какое решение принимает, такое мы готовы. Потеряли бойца, да? Ну, хороший футболист. Шоу Майя, Шоу Аль Султанов. Все футболисты, которые привлекаются. Я разговаривал с Виктором на днях. Будет еще привлекаться один молодой футболист. Потому что мы на связи, мы разговариваем. Спасибо ему за то, что он привлекает молодежь. По крайней мере, еще такого не было, что столько ребят за два-три года он не ушел. Если взять футболистов, их много, Ташаева привлекается. И Бишева, там Аль Султанова, там Садулаев играет. Сейчас еще одного дадим. Я думаю, мы совместно работаем. Что-то получается, что-то не получается. В любом случае. Что ж, еще раз победа и удачи вам в дальнейших матчах. Спасибо вам за поддержку. Спасибо вам за поддержку. Болельщикам спасибо за то, что приходит. Вам спасибо за то, что внимание нам уделяете. Будем стараться играть в футбол. Спасибо. Удачи. Удачи. Что ж, друзья, это были все действующие лица после матчевых интервью. Хорошая игра в Грозном на Белемханов. Здесь по-другому не бывает. Смотрите молодежную футбольную лигу. Все лучшее специально для вас. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...